Дорогие друзья, с вашего позволения я хочу представить нашего хорошего следующего служителя, который будет. Это миссионер, хороший брат, друг, полкий миссионер с Карельской республики. Карелия – это не Корея. Это на северо-западе России у нас. Обычно мы так говорим из Карелии, а всем слышится Корея, потому что Карелия не так часто на слуху у нас. Добро пожаловать, Алексей. Он был кемиссионер, уже много лет, наверное, больше семи лет. В этих тяжелых условиях я бы сказал, что Карелия – сложная республика, там очень депрессивное место в России, очень много шаманства, оккультизма и так далее. Там довольно сложно работать, но они справляются. Мир Божий всем. Весьма приятно видеть столько молодых сердец, которые, надеюсь, горят для Бога. Ну, он меня уже представил. Это мой пастор, скажем так. В то же время родственник. Так по счастливой случайности это случилось. Наши жены, родные и сестры. Поэтому тут такие еще тесные родственные связи у нас с ним. И меня вот так вот, благодаря тому, что его Дух Святой водит, привело и меня к вам сюда. Я попал под его такое вдохновение, он меня прихватил. Я весьма рад, весьма рад здесь быть. Времени у меня не так много. Я попробую больше, наверное, тезисами. Как Бог позволит, как получится сказать вам ту мысль, которую я имею в своем сердце. Вообще, мне понравились слова одного человека. Он евангелист, проповедник, в то же время и пастор. И он сказал такие интересные слова. «Я люблю, — говорит, — всех людей. Я стремлюсь и прошу Бога, чтобы вмещать всех, служить всем. Но собой служить людям я беру только тех, кто имеет характер и честность. Как бы такие две интересные черты. И характер, сразу у нас такая ассоциация. И первая такая, это вот, что ты имеешь в виду? Такой взрывной, импульсивный, эмоциональный, такой вот яркий. Нет, не в этом суть вопроса. Однажды, когда я еще, уже был верующим, точнее, я не с детских лет верующий, я вырос в неверующей семье. Сначала обратилась моя мама к Господу. Я уже был, по-современному это полицейский. Не буду рассказывать все то прошлое, нет логики. И вот тогда, когда я был полицейским, я принял Христа и получил спасение. Затем обращается мой отец, он сейчас уже в вечности со Христом. Затем обращается мой брат, у меня один он. К сожалению, сейчас он отступил. Но мы продолжаем молиться, естественно, чтобы Бог ему дал благодать. И вот тогда, когда я только делал первые свои шаги во Христе, я встретился случайно с одним человеком. Я жил в Петрозаводске тогда, это тоже Карелия, не Корея. Это столица Карелии. Этот человек, я гулял по улице и смотрю, сидит, он разбирает такой сложный технический агрегат, коробку передач, там какой-то машины непонятной. Я подхожу и спрашиваю, вы тут что-то понимаете? Он на меня так посмотрел, говорит, слушай, если кто-то это сделал, я в этом разберусь. У меня такие же мозги, у меня такие же руки, и я такой же человек. У меня это так, это, ничего себе, под дерзновение у парня. Я имею благодать Божию, я имею Христа как помощника, к которому я обращаюсь в трудных делах, прошу его содействия. Я не дерзаю взяться в этот сложный агрегат. Но он меня так вдохновил, что я после этого стал браться за то, за что никогда не брался вообще. Я стал ремонтировать такие вещи, которые никогда не ремонтировал. Я даже не знаю, как это делать, но я беру и лезу сейчас в литературу, смотрю, потом туда залезаю, в эту железку разбираю, собираю. Не всегда получается все собрать до винта, иногда остаются запчасти. Но вроде все так работает. Понятно, когда Яков Степановичу машину делал, я стараюсь, чтобы гайки не оставались. Если осталась какая-то, он не знает об этом, чтобы сильно не смущался. И вот здесь у нас вот такой стих, да, вот это основной, не буду уже уходить, а традиции, раз традиция есть, то мы берем этот стих. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Так вот, усердие, оно имеет какой-то такой оттенок ярко выраженной определенной черты характера, такой настырности, упрямости, когда человек не останавливается. Поднимите руку, кто останавливался, начиная какое-то дело, и потом «а-а-а-а-а-а-а-а». Не получается. Есть такие, кто вот «ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну». Я не знаю, конечно, процентное содержание, кого больше, сестер или братьев, это другой вопрос. Но я лукаво подозреваю, что мужиков больше. Что они берутся и не дотягивают, и потом «а-а-а-а-а-а». И я был таким. Но когда вот этот парень меня подхлестнул, мне как-то стало стыдно и неловко. «Нет, я не хочу быть таким бесформенным в теле, но бесформенным, как холодец. Я буду вырабатывать характер. Если взялся, то идти до упора. И думайте, что хотите». Когда я был неверующим, я был немножко фанатичен. Мне нравился спорт. Я называю его так. Ну, по-мягкому. Художественное мордобитие. Я его так называю. Ну, больше я никак его не могу назвать. Это бокс, да? Потому что это определенное правило. Мне нравились другие виды спорта, которые были связаны сильноборствами. И в этом плане я был, ну, крайне посвящен этому делу определенное количество лет. Фанатичен был. Был усерден. И когда я обратился ко Христу, я понял этот принцип, что тут надо быть крайне прилежным и идти. Раз уж пошел, давай до конца. Вообще, назад не надо. И когда потом мои родственники меня встретили, они говорят, ты всегда был ненормальным. Я говорю, что вы имеете в виду? Ты как ненормальный, то этим занимался вообще. Тебе вообще все было все равно. И тебя не остановить. И тебе ничего было неинтересно. И теперь ты тоже стал таким же больным. Только уже в религию ты вдарился. И мне вроде сначала стало больно. А потом думаю, нет, это же так интересно. Меня назвали фанатом Иисуса Христа. Вау, мне это нравится вообще. Это вдохновляет. Это подымает. Это интересно. Я имею в виду с положительной точки зрения. Фанат – это человек, который имеет определенную цель, определенный взгляд, определенное понятие, суждение. И держит этой цели. И идет до упора. Если он даже во что-то уперся, у кого проблемы будут? У того, во что он уперся. Но у него. Но не у него. Потому что он разберется с тем, во что он уперся. Потому что он идет к цели, которую он поставил перед собой. И здесь Писание говорит, в усердии. Когда ты усердный, у тебя характер. У меня сын, у меня вообще пятеро детей. У меня изумительная жена вообще. Я просил Господи, дай мне изумительную жену. Он мне ее дал. Я не знаю, конечно, как она меня выносит. Если она сюда приедет, вы меня спросите. Как ты можешь выносить такого человека? Яков вообще удивляется, как мы живем. Он говорит, две педали газа, тормоза нет. Когда тормозите? А я говорил, тормозы придумали трусы. Я имел дело с авиацией, учился там. Когда совсем плохо, я штурвал на себя. И ушел туда. Там разберемся. Там нормально все. Все, урегулируем. Пока большой высоты опускаемся, придем в себя. И все, все нормально. Уже потом садишься, все красиво. Без списка, визга и всяких проблем. Поэтому здесь вот мы смотрим на вот этот принцип усердный. У него характер есть. И вот младший у меня, ну, жуть упрямый. Я узнаю в нем себя. У меня в детстве была кличка Леша Поперечный. Я никогда не ходил вдоль. Я всегда ходил поперек. Мне говорили, надо вот так. А нет, вот так. Нет, ты должен пойти туда. А я не пойду туда. Я пойду сюда. И этого моего маленького, ему 13. Ну, он у меня из парней маленьких. Старшему 20, младшей дочке 7. И я настолько вижу в нем себя. Ну, упрямый вообще, жуть какая-то. И в то же время я понимаю. А он сейчас уже научился. Услышал от Якова Степановича. И он быстро подхватил. Уже маленький научился. Папа, ты на себя посмотри. Думаю, ну, Яков Степановичу дружил. Чуть что? Ну, гены, папа. Я говорю, ну, сейчас мы эти гены будем рихтовать. Оформлять. Чтобы все было нормально. Я ему говорю, слушай, сынок, мне нравится вот твое уперство. Ты упрямый. Но я молю Бога, чтобы вот это упрямство повернулось к славе Божьей. Чтобы ты стал упрям в познании Бога. В служении Господу. В том, чтобы в усердии гореть для Бога. В том, чтобы упрямо пламенеть духом. И не мокрое одеяло. Не вылитое ведро воды. Ничего другое не могло погасить тебе. Не важно, что думают другие. Пускай он называет тебя фанатиком Иисуса Христа. Нравится называть, как хотите. У меня был тренер, который, когда я был еще неверующим, говорил. Пусть вас назовут, как хотите. Хоть горшком. Главное, чтобы в печень ставили. Все равно, как тебя называют. Если ты любишь Бога. И ты положил в своем сердце. Я буду характерным. Я буду характерным, усердным, прилежным. В том, чтобы познать Его. Силу воскресения Его. Если нужно, участвовать в страданиях Его. Сообразуясь в смерти Его. Чтобы достичь воскресения мертвых. Я буду пламенеть духом. Не погасите. Не получится. Аминь. Или получится. Кто-то думает, не знаю. Слушай, так нельзя мыслить. У меня сын старший. Папа, я не знаю. Я говорю, я тоже. Давай, делай. Он есть и тяжелый регламент. Папа. Он электрик, юный. Я говорю, ну, конечно, ты неплохо устроился в белом халате. С тестером. А я, значит, под машиной в мазуте. Ну, ты говори, нет, давай-ка ты туда. А я ключи подавать буду. И он сейчас учится. Достигать цели. И уже начинает варматься привычка. Я смотрю, уже упрямый стал. Залез в эту проводку с головой. Я уже ничего не понимал. Он разобрался. Мне это нравится. Но все-таки интереснее, когда он с головой окунается в познание Христа. Славы Божьей. Ну, это был эпилог. Или как? Вступление. Давайте перейдем к основной теме. Просто к основной теме. Я назвал ее так. Я буквально основные моменты возьму с нее. Она большая, просторная, обширная тема. Она разбит меня на несколько частей. Ну, сколько нам Бог позволит. Назвал ее так. Ученичество. Я за или против? Ведь здесь мы все сейчас сидим, что мы делаем? Учимся. Сейчас, слушай, мы Богу служим. Нет, нет. Нет. Вот проповедники, да, в какой-то поющий, там, да. Какая-то часть есть служения. Поклонение Богу. Я вообще в восторге от способных талантливых людей здесь. Я в шоке. Я позвонил, что они говорят. Вообще. Я говорю, ты давай там это. Да девчонок-то поднадави. Пусть занимается больше с голосами, со всем. Что это такое? Этого за барабаны загнать быстренько. Пусть работает вообще. Не так все просто. Мы всей семьей играем и поем. Жена на пиамине, я на гитаре, старший сын на бас-гитаре, младший на барабанах. Дочки поют. Маленькая тоже поет и сочиняет музыку уже. Я иногда записываю на телефон. Втихаря, когда она не видит. Потому что, когда она не видит, она перестает изобретать. И что интересно, что она все делает правильно. Я вообще в шоке просто. Какой Бог благодать дает этой маленькой девчушечке. Ну, Он, Бог у нас великий, широкий, любящий и благой. И вот у нас должен какой-то вот внутри сформироваться какое-то понятие. Я учусь. А зачем? В принципе, есть только две причины. Две причины. Благодаря которым мы с вами здесь. Если рассматривать спасение моей души как финал, главное спастись. Ну, конечно, безусловно. Бог не хочет, чтобы кто погиб, но хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Да и аминь. Так? Если это так, тогда у меня первый вопрос. Господи, почему я до сих пор здесь? Ты же меня спас. Давай я раз прилег и ушел в вечности. Пусть тело мое придут за обмению. Ведь это главная идея Евангелия, чтобы никто не погиб, но чтобы все спаслись. Это же здорово. Я хочу быть там. Но я до сих пор здесь. Господи, я тебя не понимаю. И вдруг изучая Евангелие, ты обнаруживаешь, да, это великое, но спасение это стартовая площадка для того, чтобы тебе двигаться в замысле Божьем. Ты возрожден, ты спасен, ты новая тварь во Христе. Ты Божье дитё. И теперь Бог что-то хочет и ожидает от тебя в твоей жизни. Я три раза, да, три, присутствовал на родах. Я могу прямо сказать, как Авраам. Я родил. Я не знаю, как другие, но я могу прямо сказать, как Авраам. Я родил. Я родил Виолетту. Я родил Самуила. Я родил Аниту. Давида не успел. Жена рожала, а я на машине мчался. Был ещё тогда в Москве, чем быстро не мог. Я ездил, больше 140 не шёл. Ну, не успел я. Она очень хотела. Это был первенец. Не успел. Ну, так получилось. Но потом всё-таки я успел. Одна родилась шестимесячная. Это Евелина, которую один брат назвал Монализа. Она так смутилась. Ну, она как-то... Он нашёл в ней какое-то сходство с Монализой. Не знаю где, но... Ему так показалось, наверное. Она родилась шестимесячная. Она вот так вот на ладошке вмещалась. Спинка её была два пальца. Это был один килограмм. Такой маленький ребёнок. Врачи говорят, умрёт. Но она выжила. Она сегодня славит Бога. И на днях пообещала Богу добрую совесть. Аллилуйя. Бог чудный. И поэтому мы, когда вот смотрим вот в эти истины, мы вдруг обнаруживаем. Бог призывает нас к более великому. Итак, первое, для чего я здесь. А давайте я прямо прочитаю, чтобы, да, нам иметь опору в Священном Писании, чтобы не было фантазии проповедника, мы обратимся к Священному Писанию. Я знаю, что все проповедники, которые несут своё служение, я евангелист. Я, конечно, сейчас вас буду всех колонить к евангелиционному труду. А как вы хотели? Читаем. Второе Коринфянам, 11 глава. Это второй стих. Апостол Павел пишет одно из оснований. Почему ты и я? Почему мы здесь? Ибо я ревную вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, спереди бракосочетания, чтобы представить Христу чистую Девою. Аллилуйя. Бог сейчас работает над нами своим духом, формируя нас так, чтобы представить своему сыну абсолютное соответствие, помощница, соответствующая ему, которая живёт его чаяниями, его идеями, его мечтами, его планами, его целями, его ценностями, его интересами, его проектами. То есть она вдохновлена вообще своим женихом, она говорит, всё сделаю, что там у тебя внутри. У всех ли так в семейной жизни? Жены иногда думают, что муж поможет. Да нет, извините, но ты же вышла замуж. За муж. За мужа стала, да? И у мужа от Бога есть великое призвание. У жены тоже есть. Но самое великое призвание, ну это как бы уже тема семейная, ну чуть-чуть. В том, чтобы помочь мужу реализовать божественный замысел. И мы с вами сегодня здесь с Дети Божьи для реализации Божьего проекта, который Он имеет для нашей жизни, а значит и жизни всего общества, окружающего нас, всех людей. Он так всех возлюбил, чтобы никто не погиб. И Он так кропотливо, нежно своим духом формирует нас, открывая на нас свою собственную сущность. И Он призывает, не ослабевая в усердии, формируйся моей благодатью. Созидайся моим духом, пламеней этим духом, чтобы ярче, сильней я был узнаваем через тебя такой, какой есть. Чтобы люди, соприкасаясь с тобой, они реально могли сказать, мы соприкоснулись со Христом. И Он прекрасен. Он уникален. Он удивителен. Он непостижим. Мы вдруг обнаружим в этом Божьем народе бездну богатства премудрости Божьей. Она непонятна нам. Но нас тянет как магнитом к этим людям. Они странные для нас. Но они такие прекрасные. Они уникальные. И поэтому это первое. Второе. Зачем мы с вами здесь? Кто ответит на вопрос? Три попытки. Три попытки. Сейчас идет созидательная часть. Работают дары Святого Духа. Работают дары служения. Пастырский, учительский. Они работают, формируют. Евангелисты работают. Вы созидаетесь внутри. Вы устанавливаетесь. Вы формируетесь. Вы утверждаетесь. Слава Божия вливается в вас активно. Вы растворяете верой. Хотя психологи говорят 15-20% всего услышанного вы растворите. Но даже если так, я не знаю, право они или нет. Но когда я начал свой христианский путь, я был совсем ненормальным. Сейчас стал более нормальным. Лучше бы, наверное, было наоборот. Не знаю. Я приехал в дом будущей моей жены. Еще даже не планировал вообще на ней жениться. Я вообще не собирался жениться. Я хотел Богу посвятить всю свою жизнь. Но после того, как женился, я подумал, был неправ. И это не означает, что я Богу свою жизнь не посвятил. Но я теперь посвящаю ее вместе с женой и детьми. И все эти годы, 20 лет совместной жизни, я молился Богу. Бог, я хочу, чтобы мои дети стояли рядом со мной. Мы вместе несли Евангелие. Сделай это. И сегодня я благодарю Его безмерно. Они стоят рядом со мной. А кто я? Ничтожество. А они стоят. И я сейчас дальше молю. Сделаю, чтобы они до конца дней стояли. Даже если я уйду раньше, чем ты придешь. И оставлю их. Пожалуйста. Нет ничего более славного. И вот я приехал в ее дом. Еще не собиралась на ней жениться. У нее папа был пастором. И я приехал такой горячий, молодой христианин, ничего не понимающий вообще. Он говорит, ты не хочешь что-нибудь послушать? А тогда был популярен Джимми Свагерт. И слышали такого проповедника, да? Джимми Свагерт. Хороший был евангелист. Он мне поставил кассету. Я ее проглотил. А еще есть? Может, хватит? Я говорю, нет. Оп, второй. Оп, проглотил. А еще есть? Он говорит, ты как, нормально? Я говорю, вполне. Девять кассет. Я проглотил за один день. С утра до вечера. Они заглядывали иногда в комнату и смотрели, я живой? У меня голова нормально от потока информации. А мне так было хорошо. Я так был вдохновлен. Я не замечал духоты. Мне иногда приносили попить. Я отвлекался на мгновение, чтобы взять стаканчик. Но мне так хотелось слышать Слово Божье. Я был ненормальным. Они переживали, чтобы я чуть-чуть не это. Легкого помешательства не возникло. Не знаю, вам судить возникло или нет. Итак, вы не ответили на мой вопрос. Есть кто-нибудь? Второе. Зачем мы здесь? Почему вы здесь сидите? Ладно, мы сейчас вас назидаем. Служителя вас назидают. Хорошо. Пающие назидают. Сами вы себя назидаете. В молитве. Дух Святой назидает. Для чего вообще? Вообще зачем мы еще здесь на земле? Цель? Цель какая? Ну, кто-нибудь скажите, пожалуйста. Я всегда в свою сторону буду клонить. Я евангелист. Нести Слово Божье погибающему миру. Это наше призвание. Это самое славное и великое, что вообще может быть во вселенной. Принести Евангелие погибающему миру. А Евангелие – это сердце Иисуса Христа. Нет ничего лучше, что когда идет Божий человек. Павел пишет, блаженны ноги. Чего? Благовествующий мир, благовествующий благое. Нет ничего более лучшего, чем нести Евангелие. Это самое славное. И все дары Святого Духа, все дары служения работают именно в этом направлении. Усовершая Божьего человека на дело служения. Чтобы он, выйдя в мир, послужил миру откровением Христа. Чтобы люди сказали, Бог живой. Тот же всемогущий, благой, милосердный, сострадающий, спасающий, любящий, поднимающий из праха, вдохновляющий, дающий будущность и надежду. Слава Иисусу! Он тот же. Это две основных причины. Если у тебя есть третья причина, извини, ты ошибаешься. Нет другого смысла нашего бытия во Вселенной. Или мы уподабливаемся Христу и несем славу подобия миру, или мы тогда живем бессмысленно. Это как-то примитивно. Посадить дерево, вырастить детей, построить дом, получить хорошее образование. Это как-то примитивно, поверхностно. У меня неплохое образование. Да, оно мне пригодилось в моей обиходовой жизни. Может быть, в какой-то мере оно пригодилось, но знаете, вот в проповедии. Но с другой стороны, смотришь на все это, думаешь, Господи. Апостол Павел говорил, что было ради меня преимуществом для меня. Ради Христа я почил щитой. Да и все почитаю щитой ради превосходства познания Христа. Внимательно давайте посмотрим на этот сих. В усерднее сплавивайте. Духом пламенете Господу служите. Духом пламенете, понятно, качество свойства огня, свет и обжигание, да? То есть он греет, он дает тепло. И чем ближе, чем сильнее температура, которая передается от него к тебе, в конечном итоге ты пыхнешь, ты воспламенишься, ты возгоришься. Но речь идет не о физическом огне, а о духовном Божьем огне. Господу служите. Если внимательно посмотреть на язык оригинала, то значение слова служите в этом месте означает очень интересную штуку. Речь идет о рабе, который посвящает себя безусловно в полную безграничную отдачу и посвящение своему хозяину. Недостаточно, или скажу так, здорово, похвально стоять здесь петь. Это прекрасно стоять здесь проповедовать. Это изумительно играть на гитаре. Я вообще в восторге, как у вас тут на электрогитарах играют. Способный, талантливый, прекрасный, все исключительно, все хорошо. И кажется, мы вроде бы служим Богу, но это первые шажки в служении. Есть что-то более великое. Это еще не рабство. Это еще не посвящение, хотя уже есть элементы. Но многие удовлетворяются этим. Но есть что-то более великое и более славное. И теперь давайте я хочу показать вам параллельку. Маленькую параллельку. Кто знает, из чего состоит наше естество? Я, человек, личность, из чего состою? Назовите мне мой состав. Я не про таблицу Менделеева. Оу. Мы все знаем три единства. У нас есть дух, у нас есть душа, и что еще? Тело. Да? Это видимая часть нашего естества. Тело. Так вот, дух, это та составляющая, которая не могла заявить о себе. Мертвость по преступлениям и грехам парализовала духовное начало человека. И человек не мог жить как духовное существо, а мы прежде всего сущности духовные. И мы должны гораздо более покориться отцу духов, чтобы жить. Апостол Павел писал в послании к евреям. Мы духовное существо. Поэтому Библия говорит, духом пламенейте. Почему здесь не написано, душой пламенейте? А потому что в этом же послании первый и второй стих об этом говорят. Итак, представьте, тела ваши, жертву святую, живую, угодную, разумную, да? Для разумного служения Богу. Помните, да? И не сообразуйтесь с веком с им, но преобразуйтесь с обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благогодна, совершенная. Так там написано? Говорю быстро, время мало. И вдруг мы обнаруживаем, что вдруг Бог проводит интересную параллель. Оказывается, есть два начала. Я новая тварь во Христе. В хорошем смысле этого слова тварь. Новое творение. Созданное заново. Я Божье дитя. Я духовный человек. У меня связь с небом. Небо открыто. Престол благодати открыт. Здорово. Ну, вот неувязочка. У меня есть еще душа. Моя душа. Как у богача. Ой, гуляешь, переселись, душа моя. Многие богатства на многие дни. И у меня есть еще тело. И вот душа, она больше тождественна телу. Исходя из опыта жизни, исследуя Писание, обнаруживаю, что везде, когда Библия говорит о душе, она как-то ее прилипает к телу. Потому что именно через тело эта тоненькая душонка выражает себя. Есть пять чувств. Знаем, какие, да? Ну, не буду говорить просто нюх, слух, да? Это по-простому нюх, слух. У нас есть что? Осязание. Да? У нас есть обоняние. У нас есть зрение. У нас есть слух. Да? Что еще есть? А? Он еще вкус есть. Вкусовые рецепторы. Да? А вы знаете, что слух, нюх, зрение? Все эти вещи, они работают по одному принципу. Это звук. Просто разная длина волны. Цвет, цветопередача. Это просто определенный спектр длины волны. И вы видите вот этот голубой. И если вам сделать нечто такое, чтобы вот эту спектральность, увеличить восприятие, да? То мы можем этот цвет услышать. Мы можем этот цвет ощутить на вкус. Вообще уникальный человек. Может быть, в небе так и будет, я не знаю. Мы лизнем ног зеленый. Я не знаю, как это будет. Придем на небо, мы узнаем. В итоге получается, что все эти наши пять чувств, они проходят через что? Через наш разум, сознание. А там такие есть интересные нейронные связи. И там такие нейроны гоняют по этому мозгу. Очень активно. Туда-сюда. Туда-сюда. И вот когда ты слышишь, видишь, осязаешь, там все это обмоняешь, чувствуешь, вкушаешь, твой рассудок получает информацию об окружающем тебе мире. И на основании этой информации формируется твое мировоззрение. Формируются твои предпочтения. Формируются твои интересы. Формируются твои цели. Формируются твои ценности. Формируется все твое сознание. Я не прав? Отключи тебя от этого всего. Что от тебя останется? Дух. Я видел людей, которые ничего не понимают. Я как-то был в больнице в начале своего христианского пути. Сижу на приеме у врача. И приводит человека. Идет такая медсестра. Где-то метр девяносто ростом. Может чуть поменьше. Килограмм на сто тридцать, наверное. Медсестра. И рядом с ней такой маленький дедок. И он так идет. Семимильными шагами. В кабинет, в который она его ведет. Я обратил внимание на его взгляд. Пустые глаза. Пустые, стеклянные. Отсутствующий взгляд. Я потом понял, что это человек с психбольницей. У него сознание не работает. Наколот он, заторможно. Или просто у него нет сознания. То есть все. Он вообще ничего не понимает. Он просто выполняет как-то. Стоять. Плево. Она даже поворачивала его. И потом он так зашел туда. И так же вышел. И вот под таким же командованием он двигался. И мне стало так как-то жутко не по себе. Это человек, лишенный сознания возможности восприятия мира. А я нет. А на что я потрачу свое восприятие? Как я распоряжусь своей собственной душой? Своей жизнью? Я уже был верующим. Я стал серьезно размышлять. Так вот. Вступает наша сущность в конфликт. Дух. Оживотворенный Христом. Который тянется к Богу. Который тянется к познанию Бога. Который начинает взаимодействовать с Богом. Дух. Которому так сладостно присутствие славы. Который так хочет чистоты. Ревнует по святости. По посвященности. По отделенности. А вы думаете, откуда у вас взялась вот эта внутренняя потребность? Как только вы родились свыше. Откуда взялось вот это противостояние? Вам так хочется всего божественного. Но вот есть проблема. Какой-то тормоз там внутри. Не дает мне права устремиться к тому, что хочет мое внутреннее естество. И я разрушаюсь, как будто бы сам в себе. Конфликтую с собой. И вот есть противостояние души. Которое так подвязано к телу. И моего духа. И вот здесь тогда вопрос рабства становится очень таким тонко конфликтным. Каким образом я могу стать рабом Христовым, если мои пять чувств, они меня греют, подогревают мою душу. Я вижу окружающее. Меня что-то вдохновляет. Я чем-то себя насыщаю. Я имею предпочтение, цели, ценности, взгляд, осуждение. Они оказывают на меня давление, влияние. И меня тянет, но не туда. И в итоге самая большая война не с дьяволом, самим собой. Вот здесь, вот тут будет вся возня. Вот здесь, вот почему апостол Павел писал и уделял огромное внимание тому. И призывал нас, что сделать? Римлянам, 12 глава, 2 стих. Что там написано? Не сообразуйтесь с веком сиим, но что? Но преобразуйтесь чем? Обновлением ума вашего. Когда твои чувства, твоя душа начинает подчиняться твоему духовному человеку, тебе так легко в теле служить Богу. Я иногда говорю молодым людям, которые любят восточное днеборство или художественное мордобитие, как хотите назовите, они качаются, другие качаются, мышцы накачивают, тратят часы, деньги. Там же специальное питание, диета, продукты, тренажер или тренажерный зал. И они там развивают культуру тела. Я говорю, слушайте, парни, ну вообще есть более интересный элемент. Есть такая штука, называется благочестие. Ее можно очень совместить с культурой тела. Они говорят, как? Вообще элементарно. Находишь бабульку какую-нибудь, 90 лет, которая не может принести себе воды, не может поставить себе забор, не может еще что-то сделать в магазин, в охапку ее ведра. И если хочешь совсем культурным стать в теле, на колодец, да подальше. И пока ты идешь обратно, у тебя поработают все группы мышц. Бицепсы, трицепсы, какие там еще есть? Квадрицепсы, да? У тебя пресс весь разработается. А ведра-то бери побольше, что там пятилитровые-то? Ну смешно. Давай 20-25. А еще лучше найди бабульку, живучи на пятом этаже. У тебя ноги неплохо поработают. И после такой разминки часа три, хотя бы через день, ты будешь очень крепким парнем. Но самое важное, практикующим благочестие. Интересная модель, да? Есть куда потратить силы и желания. Я хочу прочитать еще одно место. Так мало времени. Ну ладно. Давайте мы прочитаем с вами еще одно место священного Писания. Оно весьма интересное. И я просто дам основные моменты и тезисы. Итак, весь конфликт, моя душа, которая так хочет, тянется ко всему, что предлагает этот мир. Которая так приятна, еще старые инерции. Которой приятен старый образ мышления, старый образ жизни, старые прежние интересы, ценности, цели и задачи, которые так влекут и манят, и вдруг ты должен отказать ей в ее удовлетворении. И это возможно только через обновление своего рассудка. Когда ты начинаешь слышать, видеть, чувствовать. Как начинаешь вкушать саму личность Иисуса Христа. Откройте со мной, пожалуйста, место. Это Евангелие от Луки, 14 глава, с 25 по 35 стих. Я буду читать очень быстро, но я прочитаю вам современный перевод. Да не приходят ваши сердца в конфликт. Здесь, может быть, будет синодальный. Просто, чтобы вы увидели немножечко разность оттенков. Это не повредит. Множество народа шло с Иисусом. Обернувшись, он сказал им, «Если кто приходит ко мне, любя отца или мать, жену или детей, братьев, сестер, или даже свою собственную жизнь больше, чем меня, то он не может быть моим учеником, кто не несет свой крест и не следует за мной, не может быть моим учеником. И если кто из вас захочет построить башню, разве не сядет он прежде всего посчитать, во сколько она ему обойдется, и достаточно ли у него средств, чтобы завершить строительство. Иначе, если он заложит основания, но не сможет закончить дом, все видящие это станут над ним смеяться, говоря, «Это человек начал строить, но не смог закончить». Смешно. Или какой царь вступит в войну с другим царем, не посоветовавшись прежде, сможет ли он с десятью тысячами противостоять идущему на него с двадцатью тысячами, два к одному. Непростая схема. Сложно. И если не сможет, то пошлет послов узнать об условиях мира, пока другое еще далеко. Так и каждый из вас, кто не откажется от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль. Хорошая вещь. Но если она станет безвкусной, то какой от нее прок? Ведь ее нельзя снова сделать соленой. Она не годится ни в землю, ни в удобрение. И люди выбрасывают ее, имеющие уши, да слышат». Первое, что бросается в глаза, когда изучаешь Слово Божие? Иисус, Божий Сын, оставил полный комфорт. Нет? Оставил. Стал таким, как ты и я. Он даже не родился в роддоме, в хлеву, как человек. Он оставил и пришел к нам. Куда? Куда он пришел? На улице. Просто на улице. Да, он был в синагогах. Но большинство времени он проводил на улице с людьми, которых отвергали. Он пришел для больных, а не для здоровых. Большинство времени он ходил из города в город, из города в город, из села в село, от улицы к улице. Большинство времени он проводил там, где никто не хотел проводить из законников, книжников и фарисеев того времени. Это был самый славный пламенный евангелист всех времен и столетий. Божий Сын, абсолютный образец для нас. Он пришел, оставив комфорт, чтобы прожить не для себя, а для меня. Чтобы спустя толщу веков такой нечестивец, как я, был спасен, помилован, прощен и сделан Божьим Детем. И имел дикую привилегию проповедовать того, кто заплатил столь высокую цену. Самое величайшее призвание. Человек, прежде всего, еще раз напоминаю, духовное существо. Ему поэтому нужно конкретное возрождение Духа. Иисус, имея плоть и душу, жил Духом. Вот этого конфликта мы не наблюдаем. Но Библия, оно был искушен во всем, кроме греха. Во многих переводах звучит как «но не согрешил». Никогда ни душа, ни тело не ставили условий. Он говорит, «Душа моя скорбит смертельно». А что мне сказать? На этот час я пришел, и ты будешь делать то, что я тебе скажу, потому что я, прежде всего, духовное существо, а потом телесное, а потом душевное. И поэтому ты будешь делать то, что хочет мой отец. Это тождественно моей воле, потому что я и он одно, и ты будешь выполнять Божье поручение. Я не знаю, но я борюсь сегодня со своим старшим сыном. Он любит спать. Я говорю, «Сынок, надо быть человеком характера». Он проболтается до часу ночи, а потом до десяти утра спит. Я говорю, «Нет, так не пойдет». Ну, двадцать лет уже как-то даже некорректно оказывать давление, я уже переживаю, как бы он с дома не ушел. Я стараюсь как-то так мягко. Конечно, самое лучшее, это личный пример. Когда ты встаешь пораньше, приходишь и будешь его вдохновляя встать пораньше, но не всегда это тоже срабатывает. Иисус, Божий Сын, был абсолютным примером господства духовной составляющей над душой и телом. Скажите меня, разве Иисуса не окружала та ситуация, обстановка, которая была свойственна тому миру? Разве он не мог пойти в Колизей, посмотреть гладиаторский бой, да? И поднять пальчик вот так. Может быть, его голос бы перевесил, этого бедолагу бы помиловали, а вдруг повезло бы. Но мы не находим его там. Иисус мог проводить время более культурно, чем просто скитаться. Он мог бы стать более известным, популярным, и в принципе не надо было бы много усилий, все бы было как-то по-другому. Но мы находим, что он жил совершенно другой жизнью. Он мог бы воспользоваться всеми максимальными благами и достижениями. Я не говорю о том, что ими не надо пользоваться. Надо. Но правильно надо. Тем не менее, все равно цели и ценности и задачи его были совершенно другими. Его образ жизни и мышления был небесным. И поэтому все пять чувств, они были ориентированы на небесный порядок. Он думал, как думает небо. Он чувствовал, как чувствует небо. Он переживал, как переживает небо. Он страдал, как страдает небо. Он сострадал, как сострадает небо. Его сердце было полно чисто любви и Божьей славы. Недавно на днях моя дочурка, которой купили велосипедик, она целый год ходила и мне объясняла, что я вам очень нужен. Моя душа не смогла вынести. На днях Женя купила велосипед. Она объясняла, как она будет ездить, как она будет гонять. Ну да. Погнала. Упала. Прибегает, орет. Рука болит. Опухла. Рука горит. Помолились за ручку. Ну что, надо ехать в травмпункт. Вот приехали. Врач делает снег. Говорит, что-то ничего не вижу. Ну давайте на всякий случай наложим лангетку. Ну наложили. Прошло время, мы снова идем к врачу, чтобы эту лангетку сняли. И такая сцена. Я сижу в коридоре и жду хирурга, чтобы пошла моя жена с дочкой туда, к хирургу. И стоит дедушка с бабушкой. Такие видно, что они друг друга любят, души друг друге нечают. И он так нежно, обходительно с этой бабушкой. А бабушка, видно, какая-то проблема у него большая. Он зацепит руку. ааа, ты что? Она такая, ну суровая. А он, че-че-че-че. Вокруг не думает, вот дед, а. Такой пример. И потом, раз она ускользает к хирургу, значит, а дед стоит, и мы сидим с женой, с нашей малявочкой, значит, и он смотрит так на нас. Видать, деду некому душу излить. Один с бабушкой. Бабушка, видать, не понимает. А может, уже столько раз я об этом всем говорил, что кому-то захотелось. Его прорвало. И он начинает говорить, ой, вы не представляете, что мы натерпелись с моей бабушкой. Он как рассказал мне. Я сидел, слушал, смотрю, у него слезы катятся с глаз. Он рассказывает боль своей души. Он рассказывает, как их отфутболивали, от одного врача к другому. Он рассказывает, как она упала, сломала позвоночник и сломала руку в кисти, в локтевом суставе. Но врачи не заметили сломанные руки. Позвоночник увидели. Руки не заметили. Позвоночник починили. А вот рука осталась непочиненной, осталась неправильной. И теперь каждое движение, каждое прикосновение доставляет ей неимоверную боль. И он там рассказывает, стоит и плачет. Я сижу и слушаю и думаю, сейчас если он не закончит, я сам разрыдаюсь. Ну, серьезно. Мне стало настолько скорбно и больно. А сколько таких вокруг? Сотни, тысячи. Он говорит, моя бабушка, у него плохое зрение. Ей врач закапал капли, она вообще ослепла. Мы поехали к другому врачу, который сказал, что вам закапали? Он говорит, ну вы тут разберитесь как-то с собой врачи. Вообще, что капать-то? Он прописал другие капли. Стали капать получше, плохо. Назначили операцию, поехали, поменяли хрусталики там в глазах. Плохо видит. Пошли напрямую к другому врачу, тот говорит, не тот хрусталик. А на хрусталике еще штамп заводской, знаете, печать. Вот если он, чтобы сейчас на очки взял, печать поставил и вот так через нее смотреть, вот так бабушка смотрит. Ну, серьезно, ну, мне было не смешно, мне больно было. За державу обидно было просто. Больно. Хоть плачь с ним вместе. И он это все рассказывает с такой болью. Видно, как бы он вроде бы и не осуждает людей. Такое чувство, оттенок такой, да я простил их, но мне жалко бабушку мою. Она мучается, она страдает. и я сижу и думаю, Господи, о, если бы ты был сейчас здесь, что бы ты сделал? Что бы сделал Иисус? Что бы сделал Иисус? Братья, сестры, что бы сделал Иисус? Исцелил. Исцелил. Он настолько был полон сострадания. Он не мог пройти мимо людской боли. Он не мог пройти мимо грешника, который не слышал о нем. Он не мог. Мы можем. Мы можем. Я положил себе принцип и молю Бога, помоги мне. С кем только пересечется мой путь, и я вступлю хоть в какой-то диалог, что бы я рассказал ему тебе. Помоги мне. Даже тогда, когда мой путь не пересекается, пойти туда и заставить этот путь пересечься. Как бы моей душе не хотелось, как бы она не верещала, как бы эти нейронные связи не противились в моем сознании. Помоги мне рассказать о тебе в простоте. Принести простой Евангелие любви, сострадания. Иисус сострадал. И я уверен, что Он бы встал с этой скамейки и сказал, есть Бог. А я Его представитель здесь. Он любит вас. Самое великое, что Он хочет, чтобы вы познали Его благодать и спаслись. Но у вас сердце полно сострадания. И потому я освобождаю тебя от ненуга твоего. Иди. Сделал бы Он так? А я сижу и думаю, и четко вдруг понимаю в своем сознании, а как ты думаешь, где Иисус сейчас? И я вдруг ловлю себя на мысли. Здесь. Он здесь. Ходят врачи, хирурги. Господи, ну как мне рассказать о тебе? Что эти врачи подумают? Евангелист доморочный. Я в конфликте. И в конце концов я побеждаю свою душу. Говорю, попищи еще немножко. Я не только сейчас расскажу, я еще и помолюсь за нее. Я встал, я подхожу, бабушка выходит от хирурга. Дедушка начинает ее кропотливо одевать, одел пальто. Я подхожу, говорит, вы знаете, я знаю Бога. Я христианин. Я верю в Иисуса. Я знаю его сердце. Может быть, совсем мало, чуть-чуть. Вот так вот. Ну хоть немножко. Я знаю его сердце. Я знаю, что он любит вас. Я знаю, что он заплатил за вас. Я знаю, что он не прошел бы мимо вашей боли. Можно мне помолиться за вас? Вы знаете, я услышал уникальную вещь. Они как будто бы на три-четыре помолись. Одновременно. Одновременно начали и одновременно сделали. В хоре так не услышишь. Я положил руки на эту бабушку и молился за нее. Потом еще буквально немножко пообщался. Дедушка мне говорит, сколько вам заплатить? Я говорю, нет, ничего мне не надо. Бог любит вас. Одно жалею, об одном сожалею. Я не взял у них номер телефона, чтобы найти их и посетить их. Вот об этом я жалею сильно. Но они живут недалеко, рядом. Я молю Бога, чтобы мой путь снова с ними пересекся. И чтобы более подробно, детально, в спокойной атмосфере, за чашкой чая рассказать им об Иисусе Христе, о Божьем Сыне, Который любит нас. Последнее, что вам скажу, ибо времени у меня почти больше нет. Итак, из этих стихов, которые почитал Луки, мы можем видеть очень простую вещь. Отказ от ученичества, которое приводит к жизни посвящения для Божьей славы, для этих душ, которые ждут сегодня, когда ты скажешь им о великой любви. Это и есть нерассудительность расчета, начавшего строить башню и идущего на войну. Вот это и нерассудительность. Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Они знают, куда вложить время, силы, эмоции, интересы, цели, ценности, желания, планы, мечты. Куда они вкладывают? Деньги. Они стремятся заработать, устроить свой башень, сделать все с иголочки. И мне больно смотреть, когда мы, христиане, вовлекаемся в эту безумную игру, удовлетворяя свою собственную душу, забывая самое главное, для которого мы здесь. Я много раз тестировал своих детей. Мы ехали, стартовало, такая тишина, прошло собрание, я иду домой, и как было кризис такой финансовый, как-то было, ну, тесно. Я не скажу, что сейчас слишком просторно, но было теснее. И они тихо сидят, кого-то не хватает, то ли одежды, у кого-то это, и что-то так. Я задаю провокационный вопрос. Детки, можно вопрос? Они, давай, пап. Я говорю, если бы я сейчас принял решение, все, мы уезжаем отсюда. Я же мужик. Я же должен как-то обеспечить семью по-нормальному вообще. Заработать нормально, свой дом иметь. У меня есть все, но оно все не мое. Я живу в доме, 390 квадратных метров. О, ничего себе. Он не мой. Два этажа по 130. Добро пожаловать в гости, есть где положить спать. Я живу на берегу реки, на хуторе. У меня есть машина. Неплохая машина. Правда, уже себя вырабатывает, но ничего, конек-горбунок, американская. Тоже не моя. Божья. Даже одежда, которую я ношу, не моя. Потому что не всегда получается купить ее на эти деньги, которые ты заработаешь. Чаще всего все, что зарабатываешь, ты съедаешь. А остальное как-то приходит по Божьей благодати. У меня есть лодка. Я, да, не моя? У меня есть мотор лодочный. И он не мой. Но я езжу на этом моторе и на этой лодке. У меня есть аппаратура, с которой мы выступаем, но она не моя. Все смотрят и говорят, ничего, если у тебя аппаратура. Я уж молчу, что она не моя, чтобы не смущать. Но она не моя. Она принадлежит Богу. У меня есть жизнь. И она не моя. Я бы где-нибудь валялся сейчас с пьяницей под забором. А я здесь. Я ничего не имею. Но как и вы, я всем обладаю. Аминь. У нас есть все от Господа. Итак, отказ от ученичества. Если ты здесь, после этой конференции, откажешься, ты будешь крайне немудрым человеком. Говорю очень мягко и этично. Грубей не буду. Ты будешь крайне рассудительным человеком, потому что ты сделаешь большую ошибку. Ты вложишь свою душу и тело не туда, куда ожидает Бог. И сыны века сего умней христиан. У них цели и ценности тленные, и они в них окунулись. У нас цели и ценности небесные. И как больно осознавать, что мы не прыгнули с головой в эти ценности для того, чтобы мир увидел откровение славы сынов Божьих. Да благословит вас Бог. Я не буду никого сюда призывать и звать на эвентиляционные поля. Каждый знает в своем сердце, что у него внутри. Но я прошу вас, посвятите себя Богу. Я служу Богу не так много. С 93-го года всего лишь. Я так жалею, что я не с детских лет верующий. Последний пример вам расскажу. У меня есть полминуты. Я был однажды в школе. Там было немножко такое напряжение по отношению к моему сыну. Я пришел к директору школы. Она мне долго объясняла, как мой сын должен поступать, куда ходить, с кем дружить и так далее, куда ехать. Я говорю, я вас уважаю. Я вас ценю. Но вот видите, маленькая проблемка в том, что вы меня не понимаете. Она говорит, нет, Алексей Викторович, я вас понимаю, это вы меня не понимаете. Я говорю, нет, извините, но вы меня не понимаете. Она говорит, почему? Я говорю, потому что у меня есть опыт грешника. И есть опыт рожденного свыше человека. А у вас нет, а вы грешница. И поэтому вы меня понять не сможете. А лицо вытвало, побледнело, изменилось в своем сознании, замолчало, замкнулось. Я немножко Евангелие преподал чуть-чуть. Говорит, понимаете, видите, вы же меня не понимаете. А я вас понять могу. Я знаю, что такое ходить по последней ступеньке и даже там, вот над пропастью. Я знаю. А вы не знаете, что такое ходить в славе Божьей. А я знаю. Пусть Бог поможет. Нам сделать правильный выбор. В усердии не ослабевать. Духом пламенить. Господу служить. Стать пламенным воином Иисуса Христа, который обличен в доспехе Бога и который готов выйти на передовую. Он не трус. Он упрямый баран. И он идет в самое пекло, чтобы схватиться с врагом. В прямом, в хорошем смысле этого слова. Барашки, они упрямые. Я понимаю, что он должен быть кроткий, как агнец по отношению к злу. Но настолько упрямый по отношению к добру, чтобы ничто не смогло сбить нас с этого пути посвящения. Любви, благости, добродетели, милосердия и сострадания погибающему миру. Давайте мы вставим наши ноги. Призовем имя Иисуса. Отец, мы благодарны Тебе.